всем привет то время как гейб ньюилл забыл цифру 3 мы будем выпускать half лифт 3 так что начнем есть вот такая вот карта пока тестировочная да и персонажа первого лица естественно давайте сразу зайдем в него здесь то что у нас существует вообще можно пока отключить еще проще удалить нам совсем не нужно единственным нужно будет клавиша fire это наш левая клавиша мыши так что еще здесь 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 ничего не надо так нужен еще тик давайте сразу тик вызовем и давайте начнем с чего нам нужно добавить виртуальную руку виртуальная рука это у нас физикс handle и когда мы набираем физикс и у нас тут много что вы выходит animation construct constraint точнее handle и trust ли и физик field нам нужен handle вот мы как раз таки добавили его переименовывать не будем без разницы принципе нюансы переименования ничего нам не дадут на event tick мы будем создавать что нам нужно подать значение руки во первых да там где будет она находиться точнее ее конец где она будет находиться мы вызываем set target location который будет нам показывать где находится конец нашей руки и для для этого мы должны вообще его создать но пока оружие остается у персонажа да мы на оружие или на без разницы давайте пока на оружие выставим это у нас будет да просто можно выставить сцен можем выставить какую-то коллизию но особо не важно будет здесь так поставим поставим где-нибудь вот здесь я думаю нормально будет как говорится и перед глазами и чуть чуть ниже и перед глазами и прямо находится почти посередине так и мы должны подать наша сцена а точнее где она находится это у нас get world location вот сюда подключим к тику все теперь нам нужно на сам выстрел так скажем данном случае это у нас не выстрел это у нас будет активации подбора предмета чтобы нам подбирать предмет ну и не только подбирать мы должны здесь сначала вытащить branch в котором мы должны проверять некую переменную до переменную мы создадим создадим это у нас будет object и вопросительный знак допустим то есть если у нас объект труда мы делаем действие если нет мы подбираем его данном случае здесь у нас сейчас будет продолжение и здесь тоже для этого мы создадим какой-то кастом и он для начала будем создавать подбор предмета да это pick up object здесь во первых мы должны подать line trace для того чтобы определить предмет line trace это будет band channel стандартном виде так я мультиплейс мульти трейс сделал нам не нужен так line trace by channel вот это начальная точка у нас будет так как персонаж от первого лица это у нас камера от первого лица вот от нее мы будем начальную точку искать в данном случае это у нас get world location подаем ее на старт далее мы уже прибавляем я надеюсь вы уже все узнали как line trace работают действуют если нет обязательно запомните так давайте сразу показ и сделаем да пока duration поставим какой-нибудь и на сюда мы должны форвард вектор мы должны определить куда это все происходит умножаем на некое значение конвертируем во float выставляем значение давайте пусть будет 3000 а если что кстати можно сделать давайте про переменную сделаем переменную сделаем это у нас distance давайте handle напишем distance handle откроем ее чтобы мы ее могли видеть исправлять на персонажа если что то есть если мы вот сюда выставим нашего персонажа да когда мы его выделим так сначала компел сейф когда мы его выделим мы здесь уже должны вот увидеть distance handle который мы только что создали если что быстренько изменять теперь здесь у нас все отлично давайте выставим поближе чтобы было виднее если у нас значение происходит мы естественно какой-то какая-то переменная есть существует да или действия мы мы будем выполнять это у нас делаем break из нашего и здесь hit component давайте сразу создаем переменную так это у нас а hit component ну давайте напишем object чтобы он у нас был записываем ее и далее мы во первых должны здесь проверить этот компонент вообще имеет симуляции физики или же нет то есть проверка из simulate physics если если у нас branch да то есть вытаскиваем отсюда если да то мы будем выполнять действия если нет ничего не будем делать естественно естественно теперь так как мы уже проверили то есть если симуляция физики существует то мы выполняем захват это это у нас снова вытаскиваем physics handle и берем ноду grab компонент это location так with rotation но здесь уже нюансы да то есть если вы хотите делать повороты и так далее лучше сразу брать вот этот поворот я пока особо не буду делать поворот пусть будет в нулях здесь ничего особо такого не нужно теперь мы должны во-первых сюда подать наш локацию в данном случае это у нас наш hit компонент мы берем определяем его местоположение мировых координатах getport location подаем сюда так чуть ближе можем экономить место также мы сразу записываем что object у нас принят то есть ставим галочку на объекте так здесь мы все подали теперь мы должны проверить вообще компонент наш валиден или не валиден потому что мало ли какие-то действия могли происходить да из валид который у нас с вопросительным знаком здесь мы проверяем если он существует и валиден да мы его будем притягивать как же притянуть разными способами да во-первых мы можем сделать точнее мы не будем делать разными способами мы сделаем более-менее красивый вариант берем timeline это у нас с object pick up так и назовем timeline подключим его player from start и здесь у нас будет некое значение да так заходим сюда и добавляем float во float мы получается создаем некие точки да это будет у нас одна точка ноль вторая так не принял ноль ноль вторая у нас будет значение времени представим это так time я думаю в районе полторы секунды скорее всего значение единицы так выделяем обе точки вот они у нас все выделены нажимаем единицу на клавиатуре и они у нас сглаживаются общее значение времени ставим полторы секунды то есть максимальная точка вторая и все здесь нам больше особо ничего не надо будет далее мы берем наш physics handle делаем set target location мы подаем значение на update то есть мы по сути вот сейчас как раз таки начинается притягивание точки там где он находится туда куда мы скажем там где он находится мы уже вот здесь вот определили давайте вот здесь точку поставим чтобы протянуть ее вот сюда теперь здесь у нас все отлично так отсюда интерполируем значение то есть мы берем текущее значение положения местонахождение да чуть выше по ними и туда куда мы притягиваем в данном случае это у нас сцена да то есть надо как-нибудь по-иному назвать ее get world location мы вот как раз таки в это место и притягиваем а сцена у нас соответственно помните вот здесь находится перед оружием пока перед этим оружием так delta time мы как раз таки сюда вот и подключаем то есть за это в промежуток времени оно и притянется inter speed это у нас скорость притяжения здесь мы можем создать конечно переменную и compile да назовем какое-нибудь значение допустим ну можно поставить сначала единицу посмотреть как это действие происходит с какой скоростью если что потом исправим то же самое мы включим глазик на нем чтобы мы могли видеть на персонажа и compile так теперь вот сюда мы как раз таки да где у нас выстрел происходит на левую клавишу так скажем сейчас это не выстрел мы вызываем как раз таки эту самую это самый event который мы и создали давайте проверим вообще работает ли это или нет так это у нас физические объекты чтобы посмотреть да мы выбираем какой-то объект и смотрим simulate physics галочка стоит мы можем выставить массу данного объекта допустим да масса можно и побольше поставить если этот 500 этот выставим я не знаю там 1000 или 1400 здесь мы тоже выставим 1400 можно вообще создать объекты так и пройдемся окей у нас не происходит никаких действий потому что здесь у нас нет еще в пока функции никакой то есть object по сути это не принято так давайте пока сюда поставим сейчас сначала проверим так trace у нас происходит все отлично значит это работает теперь мне мы должны в общем создать как раз таки действия которые нам необходимо в общем определить захватить что-то подобное да то есть так ну времени прошло много давайте это сделаем в следующем видео а пока на этом остановимся то есть здесь мы уже определили объект здесь нам кость нет необходимости пока прописывать пока оставим нулевое значение здесь все отлично в общем продолжение ждем в следующем видео